МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Нефтеюганский район". Стратегически важный регион нашей страны. Богатый природными запасами и полезными ископаемыми. Значительная часть территории района покрыта болотами и озерами с множеством рек. В нефтеюганском районе находится свыше 2 миллионов гектаров таежного леса. Местные жители это прекрасно знают и понимают, что природа, место, где они живут – их главное богатство. Ее нужно беречь, сохранять. Не случайно уже много лет подряд нефтеюганский район является лидером по проведению значимых природоохранных и эколого-просветительских проектов. Ежегодно в районе проводятся сотни экологических мероприятий. И нынешний 2022 год не стал исключением. Традиционный колокол мира прозвенел в Международный день Земли. Он напомнил о хрупкости планеты и важности беречь природу. Именно здесь на базе отдыха «Сказка» в начале апреля по традиции стартуют основные эколого-просветительские мероприятия района. День Земли прошел в солнечный весенний день. Я, если честно, первый раз, мне все понравилось. Классно, они поют и танцуют, и конкурсы, как бы молодцы вообще. Почаще бы таких праздников. Вот еще наши идут. Нас много. Гости, волонтеры и эко-активисты принимали участие в экологической викторине. Рисовали красками на снегу, мастерили кормушки для птиц, соревновались в спортивных играх и состязаниях коренных малочисленных народов Севера. Всех желающих угощали горячим чаем и хантыйским хлебом на этнографическом стойбище Пунси-Пуут. То, что мы с вами делаем, мы делаем ради них, ради вот этих маленьких детей и нашего будущего поколения. Я очень благодарна сегодня, в этот день, нашим малочисленным народам Севера, которые населяют нашу любимую Югру и живут в нашем Нитюганском районе, вот за их любовь к природе, за их любовь к земле, за то, что они сохраняют традиции своего народа. Кульминацией праздника стало награждение эко-активистов за участие, организацию и проведение экологических мероприятий, неравнодушное отношение к природе родного края. Не остались без благодарности представители народов ханты и манси. Многие получили призы за успешно реализованные проекты. У нас на самом деле много делается, сейчас и правительство округа, и муниципалитеты, и нефтяные компании, что за экологию, что и поддержка малочисленным народам, которые здесь у нас живут. Мы на стойбище вылетаем, и помощи много, там и дома помогают строить, и бани, там и те же снегоходы выделяют, там это все, поэтому много придется работать. Праздник День Земли по сути дал старт основным эколого-просветительским мероприятиям. Так в Пойковском прошел традиционный форум экологических объединений «Чудо природы вокруг нас». Школа номер 4 уже в восьмой раз принимает форум в рамках международного проекта ассоциированных школ ЮНЕСКО. Юные экологи собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования. Экологическому воспитанию молодежи всегда посвящалось очень много сил и времени, да, и работа школ, педагогов с детьми, самих детей велась, ведется все время. А вот эти мероприятия дают возможность, ну, во-первых, эти работы показать, во-вторых, их достойно оценить и самых достойных наградить. Участниками форума были подготовлены красочные выставочные экспозиции. Во время представления визиток ребята рассказали о работе своих экологических объединений, школьных лесничеств, классов. Важной частью программы форума стала защита экологических программ и проектов. Это как раз для того, чтобы вовлечь в эколого-просветительские мероприятия молодежь и детей. То есть именно с них начинается все-таки формирование экологической культуры. И мы рассчитываем, что за нашими детьми будет такое доброе, хорошее будущее по сохранению окружающей среды, по сохранению в целом экологического, такого хорошего климата нашей всей планеты. Завершился форум награждением победителей и призеров. Также со сцены прозвучали фамилии самых активных юных экоактивистов Нефтеюганского района, на котором удалось стать лауреатами международных и всероссийских эколого-просветительских конкурсов. По результатам проведения акции три года подряд наш муниципальный Нефтеюганский район является лидером. Я надеюсь, что и мы эту планку не опустим. И хочется сказать всем вам спасибо и педагогам, и ребятам, потому что многие из вас как раз личный вклад внесли в этот большой успех. Я создаю проекты, тем самым вношу вклад в развитие кедровников в Нефтеюганском районе, также участвую во всех возможных олимпиадах по экологии, по биологии, езжу на различные форумы. Эстафету форума также подхватили в других поселках Нефтеюганского района. В Сентябрьском прошел эко-марафон «Моя югра, моя планета», а в Крокотеевы состоялся ежегодный слет экологических отрядов Нефтеюганского района. Отозвалось в уральских хребтах, от этого крика ожила земля, потекли воды. Красочным мероприятием стал Вороний день. Его по традиции отмечали в национальном поселке Лемпино. По хантыйским поверьям ворона приносит на своих крыльях весну. Также священная птица является покровительницей женщин и детей. Праздник проходил на уличной сцене, где с представлениями выступили местные творческие коллективы. Глава района и местные депутаты со сцены вручили благодарности и памятные подарки семьям, проживающих в Лемпино, у которых с прошлого Вороньего дня на свет появились новорожденные. Год 2022 президентом объявлен Годом народного наследия. И вы знаете, вот эти традиционные праздники, которые отмечают наши народности, это соблюдение наших традиций, это воспитание наших детей. А самое главное, что говорят всегда, если ты хочешь, чтобы эта нация жила, надо воспитывать и вкладывать культуру, обычаи наших детей. Поэтому Вороний день сегодня – это праздник всего нашего нефтьюганского района, всех жителей, не только ханты и манси. Гости, приехавшие на праздник, могли отведать традиционные для северных народов рыбные блюда – пироги с ягодными начинками и горячим чаем. Праздник в Лемпино проходит очень весело и очень здорово. Понравился обряд с костром, где мы кидали монет, загадывали желания. Ждем еще, когда пойдем завязывать ленточки на березку. Праздник также посетила известная югорская певица, посол доброй воли ООН Вера Кондратьева. Югра ты моя, земля, югра ты судьба моя, богатство твое хранят и гордость моя, югра. Сельчан тронуло ее яркое и самобытное выступление. Они долго не отпускали певицу со сцены, фотографировались и подарили на память бусы из костей щуки. Как только весна полноценно заявила о себе, в муниципалитете началась череда субботников и мероприятий по уборке территории и посадке саженцев. 20 мая нефтеюганский район подхватил эстафету ежегодной международной экологической акции «Спасти и сохранить». Масштабный субботник прошел в Чеускинском бару. На санитарную очистку территории памятника природы регионального значения вышли свыше 50 экоактивистов. Общими усилиями удалось собрать несколько кубометров мусора. Такие акции, они, конечно, очень полезны. Они нужны. Нужны для чего? Для того, чтобы на сегодняшний день, конечно, очистить от того мусора у нас замечательный, даже если мы будем конкретно сбор. Но хотелось бы, как я уже сегодня перед разговаривая со своими коллегами, сказала, что хотелось бы, чтобы эта акция по сбору мусора и количеству мусора каждый год не приумножалась, а только уменьшалась. И нам надо работать над тем, с нашими жителями, с нашим подрастающим поколением, на том, чтобы направлять их на то, чтобы убирать, а не мусорить. Чеускинский бор – одно из уникальных и красивых мест Югры. Природная достопримечательность Нефтьюганского района. Многие животные и растения занесены в Красную книгу. Ну, местные, так, нормально. Ну, тут у нас много посещений, допустим, в зимний период. Тут приезжают с детьми, катаются на ватрушках. Допустим, у нас много кормушек, вот, там, допустим, привозят. Ну, короче, мусор, будем говорить. Так нет честности и порядочности. Ну, чтобы не мусорили, лесу, берегли его. Вот это будет самое главное. Ну, не только... Было собрано около 20 мешков крупногабаритного мусора. В конце мая, начале июня муниципалитет принял участие во всех основных мероприятиях международной экологической акции «Спасти и сохранить». Чистый берег, аллея выпускников, экологические десанты и множество других. В том числе и ставшим популярным во всей Югре мероприятие под названием «Юграплогинг». Акция объединяет спортивный и экологичный образ жизни. Люди гуляют по парку или совершают легкую пробежку с мешком и в перчатках. По пути собирают мусор. На территории нефтеюганского района в этом году плогинг «Забег» состоялся в Пойковском. В нем приняли участие 50 человек. «Забег» проходил по территории второго микрорайона. Я хочу в первую очередь всем сказать огромное спасибо, что кто нашел время и пришел сегодня и присоединился к этой акции. Уверена, что у нас с нами сегодня все получится, и первый микрорайон у нас будет совершенно в другом виде. Добрый путь! Участникам акции удалось собрать почти полторы тонны мусора. Это немного. Ведь тех, кто убирает постепенно, становится больше, чем тех, кто мусорит. Власти района, экоактивисты, общественники на протяжении многих лет прилагают максимальные усилия для воспитания экологического мышления у местных жителей. Результат в цифрах. Нефтеюганский район в последнее время является ориентиром для других муниципалитетов округа по эффективному проведению экологических мероприятий. Бережное отношение к природе постепенно становится образом жизни местных жителей, в том числе детей, подростков и молодежи, объединенных единым желанием жить в благоприятной окружающей среде.